Моллюски. Это отдельный тип беспозвоночных организмов, произошедших от древних многощетинковых кольчатых червей. В теле моллюсков обычно выделяют три части, голову, ногу и туловище. Туловище окружено особой складкой, мантией. Между мантией и телом образуется мантийная полость. На спиной стороне мантия часто образует раковину. Чаще всего раковина цельная, но она может состоять из двух и более частей. Наружный слой раковины состоит из рогоподобного органического вещества, а внутренний из пластинок извести. Внутренний слой называют перламутром. Иногда между раковиной и мантией двустворчатых моллюсков попадает песчинка. Тогда моллюск слой за слоем обволакивает ее перламутром. Так образуется жемчужина. Кровеносная система моллюсков представлена сердцем, которое состоит из желудочка и одного или двух предсердий. Однако кровеносная система незамкнутая и кровь непосредственно омывает некоторые внутренние органы. Органы дыхания водных моллюсков жабры, а у наземных и некоторых пресноводных видов легкие. В пищеварительной системе моллюсков в глотке формируется зубчатая терка или радула. С ее помощью моллюск соскабливает растительную пищу. У двустворчатых моллюсков тип питания совсем другой. Они являются фильтраторами, то есть прокачивают через себя воду, отфильтровывая мелкие питательные частицы. Эта особенность двустворчатых играет важную роль в биологической очистке воды. Например, мидия за сутки прокачивает более 100 литров воды. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и нервных стволов, которые отходят от него и соединяют нервные узлы в теле. Тип моллюски делится на три класса. Это класс брюхоногие, класс двустворчатые и класс головоногие. Двустворчатые моллюски играют большую роль в очистке воды. Кроме того, многие моллюски употребляются в пищу. Это двустворчатые устрицы, мидии и гребешки, брюхоногие трубач, головоногие осьминоги, кальмары и каракатицы.